Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Ксения Перчаткина. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Клещи не дремлют. Горожане стали чаще обращаться в медицинские учреждения с укусами. Лидеры ветеранского движения в Магнитогорске. Благотворительный фонд «Металлург» делится опытом со всей страной. Признание в любви Родине. В педагогическом колледже прошел фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество». А сейчас об этих и других событиях более подробно. 408 горожан, из них 125 детей. Столько человек пострадали от клещей в этом году. В последний месяц весны кровососущие стали еще активнее. Ежедневно в различные медицинские учреждения с укусами обращается больше 20 человек. О том, чем опасна встреча с этими членистоногими, выяснял Павел Берсенев. Челябинская область по уровню заболеваемости клещевым энцефалитам считается зоной повышенного риска. Один укус этого мелкого кровососущего паразита чреват серьезными последствиями. Энцефалит поражает головной мозг, а это вызывает расстройство психики, нарушение опорно-двигательного аппарата, ослабление слуха и зрения. В самых запущенных случаях может привести к летальному исходу. Вот уже который год врачи твердят, заболевание легче предотвратить. Для этого эффективнее всего действует вакцинация. Делаем первую прививку В1, через месяц вторую В2, и через 8-12 месяцев, в зависимости от того, какая вакцина, мы делаем первую ревакцинацию. И затем каждые три года, вот через три года после ревакцинации, нужно повторять, ну в течение практически всей жизни, чтобы иммунитет сохранялся на достаточно высоком уровне. По данным статистики Роспотребнадзора, в этом сезоне в медучреждение Магнитогорска с укусами обратилось 408 горожан, из них 125 детей. Что касается их вакцинации, сейчас прививки делаются за счет областного бюджета. Однако, такую профилактику можно назвать бесплатной не до конца. Мы делаем вакцинацию бесплатно, первую ревакцинацию бесплатно, а в дальнейшем, раз в три года, родители должны покупать вакцину, и мы делаем бесплатную вакцинацию, но платной вакциной. Так предусмотрено региональной программой. Впрочем, не только энцефалитом страшен клещ. Боррелиоз – еще одно весьма опасное заболевание. Его первыми признаками являются увеличение лимфоузлов в месте укуса, повышение температуры, головная боль, ломота в суставах, слабость. Лечат его антибиотиками строго по назначению врача. Все укушенные, они подлежат наблюдению. Обратиться нужно обязательно к участковому врачу. Раз в 10 дней должны осматриваться. Термометрия ежедневно. При любых жалобах, при любом повышении температуры обязательно обращаться за помощью в медицинское учреждение, чтобы не пропустить начало грозного заболевания. Если говорить про места обитания, в основном эти мелкие паразиты нападают на отдыхающих за городом. В Магнитке большая часть пострадала, находясь на природе в соседней Башкирии. Отдыхая, следует быть предельно осторожным, пользоваться репеллентами, надевать закрытую одежду и регулярно проводить осмотр. Впрочем, сейчас повстречать этих паразитов можно и в городских джунглях. В Магнитогорской лаборатории на сегодняшний день было обследовано 163 клеща. 80 из них были обнаружены в черте города. Павел Брусенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Как не допустить гипертоническую болезнь, учили в школе самоконтроля за своим здоровьем. Горожане вновь посетили лекцию специалистов центральной клинической медсанчасти. Что необходимо делать, чтобы не болеть, узнала Юлия Никифорова. Школу самоконтроля традиционно посвящают самым актуальным проблемам со здоровьем, приглашая в качестве лекторов ведущих специалистов больницы. Желающих пообщаться с медиками всегда предостаточно. Лицом к лицу встретится человек, пенсионер нуждающийся, именно с врачом, задаст свои вопросы и получит на них исчерпывающий ответ. На этой встрече о профилактике и правилах лечения гипертонической болезни участникам школы рассказывала врач-терапевт Мария Роганова. По словам доктора, показатели заболеваемости гипертонии постоянно растут. А самое страшное, что болезнь еще и молодеет. За эти полгода, по крайней мере, когда я работаю в этой поликлинике именно, то в 30 лет это был самый молодой пациент, причем первое обращение было в скорую помощь, уже с кризом пациент попал. То есть уже подъемы давления он отмечал, то есть не обращался с этими проблемами никуда. Опытный врач-физиотерапевт Людмила Сорокина рассказала слушателям о влиянии физиотерапии на сердечно-сосудистую систему и тех видах лечения, которые можно применять дома. Прежде чем вы приобретаете домашнюю физиотерапию, пытаетесь ее использовать в домашних условиях, сначала лучше проконсультироваться со специалистом. Очень четко нужно учитывать побочные действия и противопоказания, если мы применяем домашнюю физиотерапию. Уже не в первый раз в программу школы самоконтроля включают вокалотерапию. Этим блоком заведует медицинская сестра поликлиники Зинаида Булаева. На этот раз в честь майских праздников Зинаида Анатольевна подготовила любимые всеми песни военных лет. Вдыхают жалуя спасы, и словно в забытии сидят и слушают войцы, товарищи мои. Напомним, расписание занятий школы самоконтроля за здоровьем всегда можно найти на официальном сайте Центральной клинической медико-санитарной части. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. За опытом в Магнитку на целых два дня наш город стал центром всего ветеранского движения России. Задавшись с целью выяснить, как заботиться о пожилых людях в регионах, Совет ветеранов страны принял решение сделать очередное расширенное заседание бюро выездным. Магнитогорск эту инициативу поддержал весьма охотно, приготовив для гостей очень насыщенную программу. Доварищ генерал, меч, молодые матросы собрались. Вот так полушутя и очень радушно представители Магнитогорской администрации встретили гостей города. Многие из них приехали в Магнитку далеко не в первый раз, давно уже успев составить личное представление и о городе, и о его ветеранской организации. Она является одной из лучших организаций наших в Челябинске, поэтому мы здесь сегодня и проводим, так сказать, бюро выездное, поскольку здесь есть что показать и есть результаты работы. Каждый мой приезд все больше и больше. Убеждаюсь, что здесь очень большое внимание уделяется ветеранам, и в частности вот Магнитогорский комбинат, вот и в частности Шеляев, Павел Владимирович, вот я с ним знаком, он такой очень положительный человек, и ветеранов понимает, и работа ведется, вот я думаю, что от него многое зависит. Прежде чем познакомить гостей с социальными объектами, для них решили организовать небольшую экскурсию по Магнитогорску, которая оставила у ветеранов очень приятное впечатление. Здесь чистый, зеленый город, и что вот третье бросается в глаза, он не облеплен различными, ну вот этими картинками. Здесь парикмахерская, здесь вот какое-то кафе, вот эта реклама, которая безвкусно во многих городах висит. Значит, вот Москва, кстати, от этого избавилась очень хорошо, благодаря мэру Собянину, и у вас. Это вот прямо бросается в глаза. Но дело прежде всего. Поэтому, успев познакомиться лишь с одной из крупнейших достопримечательностей города, монументом тыл фронту, и отдав дань уважения воинам, павшим в Великой Отечественной войне, гости уже спешат в гериатрический центр. Наличием подобного учреждения, специализирующегося на лечении пожилых людей, сегодня может похвастаться далеко не каждый областной центр. Не под силу это было бы и магнитке, если бы на помощь не пришел председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Как сложно попасть сюда, в центр? Вы знаете, ну, вот так, чтобы прийти, и сразу тебя нет, потому что желающих очень много, очень много по направлениям идем. Ну, иногда месяц приходится ждать. Но лечение хорошее, здесь внимательные очень. Физиолечение, ингаляторий, массаж, процедурные. В центре есть все необходимое для того, чтобы оперативно и качественно восстановить пошатнувшееся здоровье. В течение года через гериатрическое отделение поликлиники номер два медико-санитарной части проходит более тысячи пожилых магнитогорцев. Четверть из них – это бывшие работники комбината, которые идут по направлению благотворительного фонда «Металлург». И с каждым из пациентов в обязательном порядке работает такой уникальный специалист, как врач-гериатр. Самое главное, конечно, это не навредить. И вот чем больше сейчас наша Юлия Ивановна Пошлякова гериатр учится, тем больше становится понятно, что для того, чтобы у нас была качественная старость, чтобы мы жили долго и качественно, необходимо не просто лечиться. Самые страшные вещи – это одиночество и тоска. И вот наш центр именно с этим и борется прежде всего. Бороться с депрессией помогает индивидуальная и групповая работа с психологом, занятия арт-терапией и разнообразные праздничные мероприятия, участниками одного из которых и стали приезжие гости. Браво! Хочется попасть сюда на 10 дней. После того, что мы увидели, жить хочется. И в продолжении темы гостям показали все структурные подразделения благотворительного фонда «Металлург». Руководители ветеранских организаций побывали в Центре медико-социальной защиты населения, Центре материнства, а также в специализированном доме ветеран. Физиолечение – стоматологический кабинет «Скандинавская ходьба». Почти четверть века здесь оздоравливают магнитогорских ветеранов и инвалидов. В течение двух недель они получают необходимые медикаменты и проходят курсы под присмотром врачей. Ольга Полянская в Центре уже в четвертый раз. Плюс массаж получаем, физиопроцедуры. Вот, допустим, если мне необходимо, на позвоночник, на ноги физиопроцедуры делают. То есть все прекрасно. Плюс еще и уколы, таблеточки, ингаляции. Вот у меня бронхиальная астма, ингаляции получаю тоже. Даже чаем еще напоят с печеньем, с конфетами. В течение года в Центре медико-социальной защиты населения благотворительного фонда «Металлург» курс оздоровления проходит 1400 человек. В этом еще 60 магнитогорцев с заболеваниями опорно-двигательного аппарата получат квалифицированную помощь благодаря проекту «Движение без боли». Дополнительно они у нас будут заниматься акваэробикой в спортивном клубе «Металлург-магнитогорск», занятие скандинавской ходьбой два раза в неделю у них и консультацией у них будет хирурга-ортопеда. И все это бесплатно для ветеранов металлургического комбината и инвалидов. Никакой финансовой нагрузки не несут и работницы промышленного предприятия при посещении Центра материнства. Дерегация познакомилась с женщинами, которые готовятся к самому главному событию в своей жизни – рождению детей. Гимнастика, лекции, тренинги – все, чтобы этот период жизни прошел легко. Мы приехали учиться здесь, в Магнитогорске, вот этому огромному опыту работы. Приходим, уже посетили много социальных учреждений и просто в настоящее время в восторге от той работы, которая здесь поставлена. Поразил представителей общественных организаций специализированный дом-ветеран. В 14-этажке проживают одинокие пенсионеры на основании договора пожизненного содержания с иждивением или договора найма жилого помещения с оказанием социально-бытовых и медицинских услуг. Родными эти стены стали и для Тамары Рыбиной. Здесь она уже 21 год. Потеряв единственного сына, она не унывает, поет в местном хоре и участвует во всех мероприятиях дома. Говорят, что я старушка, но мне не верится. Ну какая я старушка, во мне все шевелится. Здесь очень хорошо, потому что я смотрю даже на женщин и по себе. Конечно, года-то идут, их куда денешься, но внутренне, внутренне. Вот я себя чувствую на полсотни, я не чувствую себя на 80. Мне 31 марта исполнилось. И смотрю, женщины расцветают здесь, потому что нет такой заботы. А что здесь концерты, лекции, шьем, костюмы сами шьем. После знакомства с комплексной работой благотворительного фонда «Металлург» делегация приступила к обсуждению. Основные программы и проекты, которые реализованы в Магнитогорске, лягут в основу доклада, который будет направлен во все регионы страны. Фонд стал отличным примером, как привлекать и использовать средства в работе общественных организаций. Ксения Причаткина, Алексей Башин, телекомпания «ТВИН». В Магнитогорске началась череда праздничных мероприятий, посвященных предстоящему Дню защиты детей. Одними из первых поздравили своих подопечных специалисты благотворительного фонда «Металлург». Для детей, имеющих ограничения по здоровью и состоящих на учете организации, был подготовлен яркий праздник с конкурсами и подарками. Евгения Салахудинова расскажет подробнее. Привет, ребятки! Привет! Давайте, 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 давайте. Сначала ответить на вопросы героев в масках, кэтбоя и о лета, а потом от души повеселиться в гостях у черепашек-ниндзя. Идеальное начало праздника, посвященного Дню защиты детей. Сегодня в мероприятии, организованном благотворительным фондом «Металлург», принимают участие сразу 24 семьи. Вот так случилось, что именно сегодня мы открываем череду наших праздников ко Дню защиты детей в самый приятный праздник – Международный день семьи. Вот это мероприятие у нас подготовлено для особенных ребят. Ребят с ограниченными возможностями, которые состоят на учете в фонде «Металлург». Для ребят был устроен настоящий игровой квест. Главная цель которого – помочь супергероям спасти мир от злодеев. В качестве испытаний – бегательно-прыгательные эстафеты, конкурсы и, конечно, сражения с игровыми автоматами. Блестящая возможность повеселиться от души. Очень нравится. Тут очень хорошая атмосфера, весело. Что больше всего запомнилось, понравилось? Это, наверное, автоматная игра. Мне нравится тут, потому что там можно сразу бегать прыгать. Особенных детей на учете фонда «Металлург» на сегодняшний день – 277. Благотворительная программа, направленная на оказание помощи детям с ограниченными возможностями, реализуется с 1990 года. В нее входит оказание материальной помощи на проведение обследований операций, выделение медикаментов, организация загородных поездок и проведение вот таких ярких праздников. На организацию всех мероприятий за пять месяцев текущего года фондам было затрачено более 1 миллиона 250 тысяч рублей. Программа разнообразная. Мы ездили в Уральские зори в марте месяце. Очень здорово нам понравилось. Отдохнули, погуляли на свежем воздухе. Ну, там мероприятия, какие еще? В аквапарк мы ходим, билетики приобретаем. Для ребят, которые не смогли принять участие в сегодняшнем празднике, специалисты подготовили сладкие подарки и билеты в кино, которые привезут им на дом. Также в скором времени для детей в честь праздника будет организована поездка в Динопарк. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. К другим темам. Высокоскоростной интернет и более 200 кабельных каналов стали доступны жителям поселка Радужный. Компания Интерсвязь продолжает проводить оптиковолоконный кабель в частный сектор Магнитогорска. Собственный дом – хорошо, а с интернетом еще лучше. С таким девизом компания Интерсвязь пришла в поселке Магнитогорска. Многие жители частного сектора уже имеют возможность пользоваться интернетом со скоростью до 630 мегабит в секунду и смотреть более 200 каналов кабельного ТВ с местными эфирами. Таким абонентом стала и Валентина Чернышева, которая проживает в поселке Радужный. Было плохо сейчас, когда сделали нам интернет, мы уже начали подключаться. И думаю, что в дальнейшем весь поселок. Почему? Потому что все-таки мы отдалены от города. И интернет – это самое большое дело для нашего поселка. Я думаю, все-таки большое спасибо, кто это сделал, кто это занимался. Спасибо компании Интерсвязь. К слову, порадует абонентов компании Интерсвязь не только выгодные тарифы на услуги и многофункциональное мобильное приложение, но и новая технология подключения. У дома в поселке много преимуществ, но частая проблема – это плохое интернет-соединение. Компания Интерсвязь решает этот вопрос с помощью технологии PON. Ее суть в том, что сигнал идет не по радиоволнам или телефонной линии, а по оптиковолоконному кабелю, который подводится к дому и обеспечивает высокоскоростной интернет. На оптический сигнал не влияет погода и рельеф местности, поэтому вы можете быть уверены в стабильности скорости интернета и качестве кабельного телевидения. Оставить заявку, а также уточнить подробности и условия подключения можно по телефону 8 800 2747. Звонок бесплатный и на сайте интерсвязь.рф. Ксения Перчаткина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Любовь к отчизне прославляли в Магнитогорском педагогическом колледже. Здесь прошел 12-й фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество». Участие в нем приняли три сотни студентов среднеспециальных учебных заведений «Магнитки», а также Челябинска и Троицка. Вместе с преподавателями песни о любви к родине слушала и наша съемочная группа. Весь зал стоит, ведь мелодия, которая всегда открывает фестиваль патриотической песни – это гимн России. 12-й год мероприятие областного масштаба принимает в своих стенах Магнитогорский педагогический колледж. В этот раз исполнить песни об отечестве собрались три сотни студентов. В этом году Магнитогорские колледжи будут участвовать, например, политехнический колледж, Магнитогорский строительно-монтажный техникум, колледж современного образования. Ну и, конечно, наши ближайшие коллеги – Челябинский педагогический колледж, Троицкий педагогический колледж. Специальности, связанные с музыкой, есть далеко не во всех колледжах. Многие из участников фестиваля «Дружить с вокалом» начали только после поступления в среднеспециальное учебное заведение и попадания в его творческие коллективы. Тем лучше, считают педагоги. Меньше времени у молодежи остается для вредных увлечений. Хор Магнитогорского педагогического колледжа открывал фестиваль, а в этом смешанном хоре – будущие строители. Столист Матвей Егоров осваивает профессию электромонтера, однако в будущем видит себя актером театра и кино. И после колледжа планирует поступать в профильный Екатеринбургский вуз. Меня сестра старшая занималась театральным, потянула меня за собой и очень стало интересно этим заниматься. И решил связать с этим свою жизнь. Хоровые номера на фестивале сменяли вокальные. Средские ансамбля «Реченька» Варвара и Александра приехали из Троицка. Там они постигают азы профессии у учителя начальных классов. Обе девушки поют с ранних лет. Разработанный голос, говорят, необходим для участия в песенных фестивалях и для будущей работы в школе. Когда ты занимаешься вокалом, у тебя все связки разрабатываются, и голос больше открывается, и уже чувствуется голос уже сильнее. За четыре часа фестиваля жюри посмотрело два десятка номеров. Студенты каждого колледжа исполняли по несколько песен. В итоге призовых кубков в той или иной номинации удостоились почти все учебные заведения. Елена Тимофеева, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdivisim.ru. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok